С начала пандемии COVID-19 заболели более 57 тысяч жителей Одинцовского округа. Почти 54,5 тысячи выздоровели. Свыше 1300 скончались. Последние два года медики работают с колоссальной нагрузкой. Если в 2020 году в приоритете было создание инфекционных коек, то в 2021 модернизация системы здравоохранения и вакцинация. За год привились 72% жителей муниципалитета. Это позволило спасти тысячи жизней и разгрузить медучреждения. В прошлом году на базе поликлиники было открыто эндоскопическое отделение. В состав отделения входят три диагностических кабинета и малоинвазивная операционная. По оснащению они соответствуют лучшим мировым стандартам. Кроме того, на базе поликлиники номер один открылся региональный сосудистый центр, в котором оказывают срочную помощь больным с инфарктами и инсультами. Начал работу центр амбулаторной онкологической помощи. В октябре прошлого года его признали лучшим в России. Также на базе Одинцовской больницы открылся центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний. Теперь людям с диагнозом рассеянный склероз не придется ездить в Москву. Завершился ремонт в Звенигородском подразделении Одинцовской областной больницы. Обновили парк неотложной и скорой помощи. Отремонтировали две подстанции СМП в Голицыно и Одинцово. В ушедшем году для системы здравоохранения округа было сделано много. Немало еще предстоит сделать в наступившем. Так запланировано строительство центра диспансеризации. Его построят рядом с поликлиникой на улице Маршала Бирюзова. Там будет первичный прием и узкие специалисты. Всего он сможет принимать до 60 человек в смену. Во-вторых, будет запущен процесс строительства поликлиники в Ромашково на 350 посещений смены. Офис врача общей практики скоро появится в Савинской Слободе. Много в 2021 году было сделано для укомплектования Одинцовской больницы, циквалифицированными кадрами. На работу приняты 109 врачей и 143 сотрудника среднего звена. Свою роль сыграли меры соцподдержки, которые действуют в регионе.